часто ли мы делаем друг другу комплименты комплимент а лежа а ты знаешь что такое комплимент ну а как же новые сережки я их сама купила но я же их заметил комплименты да ну честно говоря не очень часто не понял а зачетная яичница мариша это уже не комплимент мне паша делает часто комплименты особенно когда я обижаюсь в общем очень часто паша ну извини ты такая красивая сегодня ну я на них говорю что она хорошая хозяйка самая красивая но своей возрастной категории я это слышу только тогда когда разрешаю ему 100 грамм о тарас у цьому диле майстер одного разу він мені сказав шо я могла б готувати грецким богам он воно як мені ты такого ніколи не говори если разобраться иногда необходимо говорить комплименты своим половинкам чтобы напомнить им что они хорошие хозяйки привлекательные девушки и как им идут новые сапожки а одного разу навіть сказав шо я найкраща хозяйка в світі тарас треба поговорити сапожки сходи світло с балкона рівні двері вечірня втома знову там где нам все знайомо то коли ми вдома добре кожному з нас кожному з нас коли ми вдома о так 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 ой а після того як ви подихаєте можна цю картоплю їсти о чогоні звичайно шобож еда поіхали щаста 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 щасishout ой 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 о о обі о о о о аааа а не оксаночко не можна маленька і наче м調 мируди слова а от teaching Не, я её языком приготила, а вода ещё сыра. Оксанка! А ну, притисни мені цього рушника до шиї, бо шось там дме. Давай. Так? О, щильніше. О, так-так-так. Вот молодец. О, Оксана, что ты робишь? Хорошника тримай, а что? Ой, Оксаночка, не прибирай руки. Вот так, вот так. Откримай, дёточка. Молодец. Я просто дурне подумав. Я уявив, що ви з Оксаною полаялись, і вона вас вирішила, як... як кишку притопити. Куда тебе? Иди, дурник, иди, иди. Тоже дурне, иди уже. Ну, вроде все. Ой, какие мы все-таки молодцы. Ну да, не говори. Только я не понимаю, почему три рулона осталось. Когда мы покупали обои, ты говорила, что у твоей мамы такой же метраж квартиры. Ну да, такой же. Я все правильно рассчитала. У нее тоже три рулона осталось. Класс. Гриша, а вдруг не получится? Надь, спокуха, все получится. Ты, главное, не нервничай. И это, говори четко, четко, поняла? Все, я пошел. Ну я боюсь. Может в другой раз, а? Надя, время пришло. Ну ладно, мой хороший, с Богом. Итак, у кого закончилось действие прав, садиться за компьютеры справа. Кто сдает на права впервые слева? Мужчина? Вам набрало. Это там. Так, перед вами тестовое задание из десяти вопросов. Необходимо ответить правильно минимум на восемь из них. Время пошло. Ага. Участник дорожного движения, находящийся вне транспортного средства. Так это ж пешеход. Чего переход? В своем уме пешеход. А, пешеход. Начинать сердечно-легочную реанимацию следует... Мужчина, а что вы там шепчете? А что это у вас? Где? Ну, в уши вот. А, так это же это... Ну, это... Для этого вот. Это... Музыку я слушаю. Да, музыку. А можно я тоже послушаю? Лесные пожары, пылающий лес, горит мое сердце, горит до небес, горит мое сердце, пылает огонь и рвется на волю, как печеный конь. Гриша, я тебе так в последний раз помогаю, понял? Понял, женщина. И пыщет мне жаром, и претом, и я как пожаром. Молына дома, черныш-черныш маленький. Ногу. На, вынеси этот хлам. Мариш, ты че, это не хлам, это дорогие мне вещи. Какие дорогие вещи? Вот эти. Что, вот этот вот паяльник или утюг, или он карты с голыми бабами? Да, да, да. Это... Это моя коллекция вещдоков. Я ее собираю. Может, когда-нибудь откроем музей славы участкового Макаренко? Ну, пока что, честно говоря, это похоже на музей пыли. Да ну ты че, это память о моей работе. Ну, представь, вот вырастет Лешка, что я ему покажу? Ксиву. А так он будет знать, что вот... Благодаря вот этому бычку, его папа смог поймать ворюгу с мясокомбината. Вот. Это че ты по отпечаткам зубов, да, вот этого там губ определил, да? Да нет, это пока Сеня перекурила, этот ворюга прет прям на меня и в наглую, с мясом, ну, бред какой. Собирай этот хлам на работе. Где на работе? Ну, я не знаю, в архиве у вас там. Да там и так все занято, почти как в музее поля чудес. Андрей, на балконе должно быть чисто и красиво. Я там цветочки посажу. Нет. Что? Я имею в виду, что мне тоже важно помнить, кого я посадил. Ох! Я помню это дело. Смотри, Львов, Харьков, Одесса. Ох, и нагонялись мы тогда за ним. Что-то я не помню, чтоб вы какого-то преступника ловили по разным городам. Это спекулянт на нашем рынке магнитиками торговал. Андрей, я, ну, правда, я все понимаю. Где? Ну, давай... Что? Где? Фу. Вот. Аниша, вот он пробил мне путь в лейтенанты. Ты бы еще топор домой притащил. Блин, где топор? Андрей, Андрей, бери эту коробку и неси ее на мусорку. А когда вернешься, поможешь мне убрать на балконе. Мариш, ну ты че? Что? Мариша, иди сюда. Та-да-дам! Андрюша. А, а, а? Слушай, она такая красивая. Да. Пшшш. Я еще и здесь цветочки поставлю. Нет, Мариш, ну нет, 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 нет. Что? Да хватит этих делов на самом деле. Марина, вспомни, первое слово, дороже второго. Ты сама сказала, что цветочки будут расти на балконе. А полочка уже занята. Андрей, я тебя просила выбросить свою коробку. А я свою жену слушаю. Коробочку я выбросил. Кстати, топорик нашелся. Голи, мы вдома. Голи, мы вдома. А, пиво в холодильнике. Я свежего купила, там наполнила. Друзьям позвонила, твоим пригласила их. В общем, скоро подтянутся. А мы с детьми поедем на дачу. Я думаю, дня на два, на три. Ну, чтобы огороду там покопать. А вы можете, как обычно, в сауну. Ну и... Ты меня слышишь, любимый? Конечно, я тебя слышу, Настя. Сегодня в 19.00 родительское собрание. Попробуй только сказать, что ты меня не слышал. Криша! Ну, сколько можно кричать? Кричит и кричит, кричит и кричит. Твой Петрович достал уже. Приборись! Ну, Гриш, подойди к окну, ответь ему. Гриш! Двадцать первый век на дворе. А он, Гриша, Гриша, возьми ты телефон, позвони. Дундук. Гриш, 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 Гриш! Я не могу. Мне неудобно перед соседями. Ну, пожалуйста, подойди к окну. Слышь, Саня! Надя, я не понимаю. Мне что, Полина зря сотовый телефон подарила? Пусть шоры свои подымет, осмотрится вокруг. Технологии развиваются, а Петрович нет. Да какие технологии? Он проволокой до сих пор штаны подвязывал. Ну, до этого тоже не сразу додумался. Слышь, Гриш! Все. Дело принципа. Пока на сотовый мне не позвонит, я с места не двинуться. Гриш, у меня твой телефон. Гриш! Андрюша, ну давай, Андрюша! Господи, ну как так можно было, а? Гриш, я просто Лешке Годзиму показывал. Олег! Дорогой, как ты относишься к стептизму? Ну, до футбола еще целый час, так что в целом положительно. Значит, сегодня мы с тобой вместе идем на танцы, на пилоне. Я уверена, ты очень быстро освоишь шест. Что, прости? Ну, или пилон, как тебе будет угодно. Да хоть пожарная труба. Олежа, ты знаешь, у нас сейчас проблемы с мужской группой? Мало людей. Мало это сколько? Ну, если ты придешь, то фундамент будет заложен. Да никогда, Настя. Послушай, ты знаешь, как на меня мужики после такого смотреть будут? Ты просто скован стереотипами и боишься покинуть свою зону комфорта. Знаешь, я очень комфортно себя чувствую скованным стереотипами. Лежа, совместное занятие танцами очень хорошо для наших отношений. У нас есть отношения, и это уже очень хорошо. Настя, до этого бред не пойду я никуда. Вот что значит вся жизнь в спорте? Грация, пластика. Это у меня врожденная. Все, больше мы туда не пойдем. Почему? Ну, по-моему, танцы моя стихия. Твоя стихия? Вода. Ты смотришь, он скопай, а я не готов уткнуть. Настя, а как же мужская группа, как же фундамент? Подождет. Слышь, не хватило, что после тренировки ко мне подошли две тетки и попросили меня. Отдать тебе по-хорошему. Правда? Крошка моя. Но я же не виноват, что мне так хорошо выходит. Ну что, больше никакого пилота. Спокойной ночи, Катюша. Паша, а хочешь, я расскажу тебе страшную историю? Опять просломанный ноготь? Нет. Это гораздо страшнее. Ты точно не уснешь. Ну, давай. Одна девочка темной-темной ночью пошла на темную-темную кухню, чтобы попить воды. И пила, 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 пила. И разлила воду на ноутбук. Что? Ну, он искрой не пошел и не включается теперь. Блин, я же просил быть аккуратней с ноутбуком. Но девочка очень сильно извиняется. Очень-очень, как никогда. Хорошо. А хочешь, я тебе расскажу страшную историю? Не надо. Надо, надо. Одна девочка очень любила ходить по бутикам. И вот однажды она пришла в бутик и не смогла купить ни одной одежки. Да, не смогла. Знаешь почему? Потому что все деньги она потратила на новый ноутбук. И даже туфельки не смогла купить. И вот даже туфельки не смогла. Пирожуль, ну это очень страшная история. Я теперь не усну. Расскажи что-нибудь хорошее. Ну, хорошую историю. Хорошую. Для кого хорошую? Для мальчика или для девочки? И для мальчика, и для девочки. Ну, ладно. Одна неаккуратная, но очень красивая девочка. В туфельках? Ну, хорошо. В туфельках. Подожди, ты дослушай. Так вот, эта девочка пошла в сервисный центр и сдала ноутбук в ремонт. Ну, пап. В туфельках. Ну, хорошо. Ехать вам треба звідти. От за что вы тримаетесь там? За чернебривки? За вербу? Ну, и справді, Тарас, что нам тут свитить? А в Португалії, звичайный официант отримает 2000 евро. Сколько? Так я за такие гроши, каждому португальчу сам клювики, відкрившись, жувати за них буду. Тарас, оце, саме зараз згадали, як ти малий був, такий картавий, бігав по двору і співав, пам'ятаєш? Про сарай дачний. О, який дачний сарай? Ну, шо ви кажете таке? Ну, я, до речі, не картавив. Так що у нас там з візами? Довго їх робить, а? Ой, на. Ой, на горі, та й жінці жнуть. Ой, на. Ой, на горі, та й жінці жнуть. Мамо, а пісню зараз обов'язково співать, а? Ми якось, може, тут розмовляємо, а діалог ведемо, а? Люди в Португалію зібралися, мамо. На ПМЖ. Або під горою Яром долиною Козаки йдуть Так, Юлія, ще раз про візи, давай. Попереду Дорошенко Попереду Дорошенко Ось така пісня, супер, дякую. І прапор, все добре. Юлія, ще раз нам чекати виклик, чи робити документи самим. Або, або заду Сагайдачний Або, або заду Сагайдачний 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 Гей, гей, голень мою Гей, сироко Слухай, Юлія, ми нікуди не поїдемо. Наша нам та Португалія. Знаєш що, ми втрьох приїдемо до тебе в гості. Ага. Гей, хто, гей, хто в лісі озовися? Гей, хто, гей, хто в лісі озовися? Та ми кришем вогню та закурим люль. Де зурися? Гей, голень мою, гей, сирокою. Гей, хто, гей, хто, гей, хто, гей, хто, гей.